привет будущим мастерам шугаринга в этом видео мы с вами будем учиться делать депиляцию рук для этого нам понадобится кассета с сахарной пастой мы ее ставим воскоплав для разогрева до температуры 38 градусов еще мы берем лосьон с лоргексидином для обработки кожи обезжириватель тальк и средства после депиляции косметическая вода и мусс пока у нас разогревается паста мы с вами идем и обрабатываем кожу руку мы делим на три части это кисть предплечье и плечо начинаем обработку хлоргексидином можно бактерицидным тоником это первый этап наносим его на салфетку и тщательно протираем руку далее переходим ко второму этапу обезжиривание кожи берем лосьон до обработки кожи перед депиляцией наносим его на салфетку и тщательно обрабатываем ждем немножко для того чтобы он впитался в кожу и приступаем к третьему этапу обработки кожи нанесения талька далее мы берем бандажную полоску разогретую кассету наносим пасту на полоску вот таким образом смотрим как нагрелась кассета если ролик не прокручивается значит она недостаточно нагрелась а если из ролика вытекает паста тогда она уже перегрелась также разогрев пасты можно определить на тыльной стороне своей руки просим клиента сжать кулак для того чтобы образовалась дополнительная натяжка кожи наносим пасту в зоне предплечье далее потом мы спустимся и проработаем кисть сейчас мы работаем в зоне предплечье пасту наносим не быстрыми движениями чтобы не тянула волосы направление роста волос в основном на руках не учитывается потому что там возможность появления вросших волос сводится к минимуму поэтому можно идти большими стежками большими дорожками не деля бандажную полоску на малые части если мы будем делить бандажную полоску на малые части и идти не сверху вниз а справа налево зачесывая волосы по их направлению тогда с помощью коротких полосок мы можем оставить синяки у клиентов что недопустимо поэтому в зоне предплечье мы работаем от локтя до кисти сверху вниз свободная рукой мы везде хорошо делаем натяжку а ведущей рукой мы делаем резкий быстрый рывок полоску мы меняем по забиваемости волосами и пастой берем новую полоску прикладываем и удаляем натягиваем хорошо кожу делаем подчес и резкий рывок параллельно кожа прорабатываем кисть просматриваем все ли мы волосы удалили если где-то остались волоски мы их можем доработать вот у нас в зоне изгиба остался небольшой участок и сейчас мы с вами его доработаем наносим пасту прикладываем полоску делаем натяжку сгибаем руку и прорабатываем зоне локтя наносим пасту идем небольшими дорожками прикладываем полоску свободной рукой натягиваем и делаем резкий быстрый рывок проверяем свою работу и идем другую зону далее поднимаемся выше и работаем в зоне плеча подчесываем волосы наверх берем другую бандажную полоску на полоску мы тоже наносим пасту для лучшей сцепки и прикладываем ее на рабочую зону делаем хорошую натяжку резкий быстрый рывок наносили мы с вами пасту снизу вверх от локтя а удалять волосы будем сверху вниз далее нам останется проработать внутреннюю часть руки для этого нам надо будет перевернуть руку вот сейчас мы с вами начинаем работать на внутренней части руки прикладываем полоску натягиваем кожу и делаем рывок здесь волос практически нет в основном пушковые волосы поэтому эта зона прорабатывается еще быстрее для рук также мы берем картридж то есть кассету с дозировкой около 150 миллиграмм потому что 100 миллиграмм будет недостаточно на обе руки остатки пасты мы можем убрать следующим образом свернув бандажную полоску и приложив ее в те зоны где осталась паста далее мы сейчас с вами работаем в зоне предплечье с внутренней стороны делаем такое же нанесение как и в других зонах такой же резкий быстрый рывок и хорошую натяжку осталась у нас зона локтя и рука готова расход пасты и полосок идет минимальный что нам очень экономично снимаем остатки сахарной пасты косметической водой и обрабатываем мусором теплей ты уроки красоты и антистресс с нами научишься ты всему вот смотреть мосна до почему хочешь депиляцию вы узнать подпишись на канал И будешь изучать Просто смотри все наши ресурсы И сразу решишь все свои вопросы Ева Лорман Елена Бернес Ева Лорман Елена Бернес Ева Лорман Елена Бернес Ева Лорман Елена Бернес